сегодня мы с вами рассмотрим по этапам таким образом происходит сборка сидимастера и какие операции необходимо сделать для того чтобы получить нормальный заводской сидимастер сначала расставляем треки на таймлайме в том порядке который был определен группой либо музыкальным продюсером то есть это не вопрос звукорежиссера работающего с фонограммой просто ставим их друг за другом определенной нумерации дальше можно сделать расставить их через какие-то паузы которые у нас точно заведомо будут больше нужных секунд по 5 вот так давайте сделаем короткий из четырех треков что должно дальше дальше мы чистим начало и концы файлы у нас уже отмастеренные 24 битные и нам нужно правильно отобразить картинку во первых сейчас специфическая картинка у пирамикса и убрать лишний звук начале и в конце пирамикс в этом смысле очень удобен потому что он нормализует картинку в окне и можно не увеличивая вот если вы сейчас просто здесь вот так увеличим то мы увидим более подробно самый хвост то есть нормализует столь только картинка внизу здесь в конце на фейдауте есть интересный момент давайте послушаем еще раз фонограмма при мастеринге было достаточно сильно закомпрессирована и в момент затухания естественного которое у группы есть в исполнении компрессор не отпускает звук он его держит немножко дольше чем вот что нужно сделать в этом случае нам нужно исправить эту характеристику на более естественную ну давайте послушаем это у нас обычный файдаут который вот здесь получается у нас немножко неправильно звучит то есть наверно все таки его как то вот так вот чуть поправить надо слушаем козы козы красиво растворился в конце утверждаем можно чуть покороче его сделать вот и кривая теперь стала более естественной то есть вот этого удержания компрессором не слышно ну то же самое с остальными треками вот тут непонятно и чуть вначале если так послушать та же история то есть тарелка начинает уходить компрессор и немножко подтягивает я думаю здесь можно будет дефолтным фэйдом обойтись тоже чуть короче например вот так ну и дальше операция в общем повторяется тоже там что-то у нас чуть-чуть начали есть так вот здесь на дневой но хотя слышно отработку релиза вот когда бас один в конце остается в я бы на самом деле так и оставим потому что он красивый вот тарелочка уходит переходим к следующему там же как любой живой группы там есть что-то в начале а здесь там какой-то слой уже файдал был нарисован может быть он не очень удачный в общем там уже есть это был последний трек нашего условного альбома следующая операция у нас носит название сонг спейсинг то есть на самом деле это просто определение пауз между песнями понятно что мы можем поставить их через некие стандартные промежутки и на этом работу закончить но если речь идет об альбоме как о некой форме музыкального произведения то есть это у вас не просто там компиляция песен записанных артистам за отчетный период дата паузы между песнями они тоже начинают немножко играть вот каким образом это делается давайте просто по настроению по состоянию попробуем их поставить значит вот это у нас конец первой песни это начало 2 уберем сначала вторую мы послушаем коду вот здесь я хочу начало следующее ставим ее туда слушаем еще раз великовато чуть-чуть поближе все проститься после вот здесь уже где-то ну вот значит принципе так с каждой повторяется но чтобы показать разные приемы пиклюкодирование давайте вот между вторым и третьим выставим стандартную паузу 2 секунды а здесь попробуем сделать кроссфейд между песнями да у нас же в альбоме могут песни с кроссфейдом я поделюсь с тобой городом над него и например мы хотим чтобы прям вот уже на этой ноте на бас-гитаре у нас начиналось вступление следующей песни но принципе можно сделать просто вот такое перекрытие без кроссфейда дом над него и получается немножко ну например вот так с музыкальной точки зрение достаточно бессмысленно но мы рассматриваем в качестве примера значит а радом на редактируем фейд собственно хотелось бы наверно чтобы бас у нас ушел чуть повеселей и там уже дальше не мешал бородом на дневой ну вот вполне ну вот наш условный альбом из четырех треков он закончен дальше переходим к операции пик ю кодирования то есть расстановки меток создаем новый диск но метки пирамикс пытается ставить у нас в автоматическом режиме мы ему дадим это сделать и посмотрим что у нас при этом происходит как он их у нас поставил первая вторая третья четвертая ну и конечная метка которая конца диска то есть метки мы видим стоят примере первой точно по началу файла почему нельзя метки при пик ю кодировании ставить точно по началу файл дело в том что при поиске сиди плеер мютирует физический выход на время поиска найдя метку он открывает этот мюд время открывания на большинстве на всех сиди плеерах не нулевое и на разных она может быть разной длины поэтому если вы хотите чтобы ваше аудио играло с самого начала то метка должна быть смещена чуть влево влево на сколько как ни странно стандарта нет на практике используют величину от 7 до 12 сиди кадров как вы знаете в сиди кадре у нас в секунде у нас 75 сиди кадров поэтому мы просто включаем использование офсета такое смещение метки называется офсетом вот ну и чтобы увидеть их на графике давайте их увидим вот первая метка у нас стала аж на целую секунду раньше смысл особого вот в этой секунде перед первой песни что мы первую метку смещаем его особого нет дело в том что у такого смещения секундного у него просто своя очень длинная история существует легенда что в свое время когда сиди плееры самые первые были без пультов дистанционного управления и что человек нажав кнопку play успевал вернуться в кресло до того как заиграет музыка но в принципе здесь офсет может быть так таким же как и во всех остальных треках значит у нас везде здесь стоит по 7 секунд еще раз пирамикс поставил их в автоматическом режиме давайте посмотрим где у нас их надо редактировать значит вот в этом месте где мы с вами паузу по ощущению выбирали поставлена стартовая метка но не поставлена конечная это нормально почему потому что пирамикс следует стандарту redbook и если здесь пауза меньше двух секунд между метками то конечная метка просто не ставится следующая наша метка которая у нас стандартная была здесь он поставил стартовую причем она посмотрите с офсетом идет вот она и поставил конечную а теперь вот это место он откуда знает где ее ставить он его поставил по началу последнего файла то есть если мы включим на плеере то будет играть вот так но мне кажется что ее может быть стоит чуть позже переставить нет так мы самую первую нотку потеряли от первой песни это видимо вот это положение будет оптимальным ну а теперь давайте посмотрим на эмуляции плеера как это будет выглядеть посмотрим что у нас происходит между первым и вторым треком как будет выглядеть у нас экран дисплея вот здесь вот второй трек время пошло второго трека здесь при переходе со второго на третий будет уже немного по другому обратите внимание на дисплей значит перед ним так как там у нас есть конечные стартовые метки между ними должен пройти отрицательный отсчет в том случае его не было ну и последний смотрим как здесь метка сменится ну например вот так на этом наша работа над диском заканчивается мы делаем имидж диска из которого вы потом нарезаете cd аудио либо набор файлов в формате ddp ну и это это вот да это 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 Субтитры подогнал «Симон»